На выставке Инопром трёхстороннее соглашение подписал регион с двумя автогигантами – КАМАЗом и Автовазом. В Ульяновской области более 400 предприятий автомобильной отрасли. Это как известные автозаводы, так и производители комплектующих. Западными санкциями на площадках упали объёмы производства. Документ позволит эту проблему решить. Ульяновская область рассчитывает привлечь новых производителей на территории индустриальных парков «ДААС» и «Мастер». Стороны займутся развитием импортозамещения, экспорта и модернизации. Для нас самое главное – сохранить рабочие места, сохранить занятость. Уверен, что кризис совместно мы пройдём, локализуем. Новые модели наверняка появятся на Автовазе. И я уверен, что объёмы выпуска продукции будут расти. Значит, и наши 400 предприятий, которые выпускают автокомпоненты, они снова встанут на ноги. В регионе появится новое производство композитных материалов. Завод построят на территории портовой особой экономической зоны. Соглашение на форме подписал глава региона и собственник компании «Поликом» Олег Денисов. Изделия будут производиться методом прямого прессования. Резидент будет изготавливать композитные материалы для нужд РЖД, для отрасли автокомпонентов и потребителей электротехники. На первоначальном этапе планируется инвестиция порядка 120 миллионов на 2,5-3 года. И создание рабочих мест на первом этапе 20 человек. А далее компания «Поликом», как и несколько других предприятий области, будут снабжать концерн тракторных заводов Чувашии своей продукцией. Соответствующие соглашения также подписали на форуме. Вопросы межрегиональной кооперации обсудили ранее, во время визита ульяновской делегации в Чувашию. Теперь время закрепить всё на бумаге. Так завод «Металлоконструкция» разработает и изготовит гидроцилиндры и гидронасосы на технику, выпускаемую концерном тракторные заводы. «Поликом» займётся импортозамещением продукции интерьера и экстерьера. Компания «Полесье» создаст линейку детских игрушек, копий, техники, выпускаемой концерном. С разработками ульянских компаний познакомили главу федерального Минпромторга Дениса Мантурова. Компания «Промтех Ульянск», которая занимается импортозамещением авиакомпонентов, привезла в Екатеринбург систему воздуходов и эвакуации, сидений для самолётов и другие компоненты. Не остались в стране и будущие резиденты технопарка «Электроник», заявку на создание которого регион направил в федеральный центр. Компания «Комбери» показала министру свои разработки – электрохромное стекло, батарейки малого размера и суперконденсаторы. «Мы разработали так, чтобы все были суперконденсаторы, то есть это батарейка, которая сочетает свойства конденсатора и батарейки. Быстро заряжается, медленно разряжается. Вот это вот несколько микрон толщины». Денис Мантров поручил внедрить эти разработки в промышленное производство. В производстве зарядных станций для электротранспорта используют и силовые преобразователи компании «Энергия». Переговорили ульяновцы из турецкой делегации. О перспективных направлениях сотрудничества говорили Алексей Русских и заместитель министра промышленности и технологий Турецкой Республики Хасан Бююкдеде. «Поэтому я считаю, что у нас очень серьезная и очень большая перспектива по развитию наших с вами взаимоотношений. В регионе локализованы несколько компаний, крупных компаний турецких. Это ФС, крупнейший производитель Киева, компания Мартур, производитель автокомпонентов, ДАУАКС, РУС, компания, которая работает в области композитных материалов. Сейчас мы ведем переговоры еще с несколькими турецкими компаниями». Турецкая сторона заинтересовалась разработками ульяновцев, в том числе сенсоров для химической промышленности. Также Турция готова сотрудничать в автомобиле и самолетостроении. По итогам переговоров достигнута договоренность о визите турецкой бизнес-миссии в Ульяновскую область.